привет и сегодняшняя тема нашего видео это что успокойся коронавирус бактерий нет тема вирусы бактерии и одноклеточные сама одноклеточная а ты здесь причем поехали вирусы наука который изучает вирусы называется вирусология в 1892 году был открыт вирус табачной мозаики ивановым а в 1917 году был открыт бактерия фак вирус который поражает бактерии классификация вирусов их делят на просто организованные и сложно организованные просто организованные состоят из нуклеиновой кислоты и белков которые образуют капсид а сложно организованные помимо капсида имеют белковую оболочку например вирус гриппа герпеса и так далее помимо этого существует днк и рнк содержащие вирусы но как вирус проникать в клетку и клетка может я взгляну на твой внутренний мир да конечно спасибо проникновению вируса способствуют белки рецепторы на поверхности клетки рассмотрим это на примере вируса спида спид расшифровывается как синдром приобретенного иммунодефицита вирус спида имеет рнк который связывается с лейкоцитами следовательно спид поражает иммунную систему проникая в клетку вирус раздевается так скажем и освобождает свою рнк затем происходит обратная транскрипция напомню что транскрипция это перенос информации с днк на рнк а здесь происходит обратная транскрипция то есть с рнк переписывается информация на днк это то же самое если например ничего не знающий ученик будет писать учебник синтезируется вторая цепь днк то есть получается двуцепочная днк и вместе с интеграционным комплексом они проникают в ядро клетки через поры затем благодаря этому интеграционному комплексу они встраиваются в хромосому систематика наук о многообразий живых организмов и объединение их в группы систематизирует живые организмы следующим образом на царство царство тип отдел у растений класс отряд порядок у растений семейство род вид бинарную номенклатуру вел карл линей бинарная значит 2 то есть рот плюс вид рот пишет с большой буквы например береза белая как ты знаешь организмы делятся на прокариоты и эукариоты к прокариотам относятся археи и бактерии к эукариотам протисты растения грибы и животные бактерии бактерии не имеют в своем составе ядра они имеют просто в замкнутую в кольцо нить днк клеточная стенка образована мури ином бактерии по способу питания делятся на авто тропы авто тропы в свою очередь делится на фото тропы и хематров и фото тропы ну понятно по названию что они используют для энергии солнечные лучи а хематрофы они используют для получения энергии окислительно-восстановить лейкет ну например нитрифицирующие бактерии серобактерии железобактерий гетеротропы то есть те которые питаются готовыми органическими веществами сапротропы и паразиты. По форме они делятся на коки шаровидные, бациллы, вибрионы, спирохиты, спирилы и так далее. Археи или архибактерии, они немножко отличаются по ряду важных биохимических признаков. Сине-зеленые водоросли или циании. Все, что тебе нужно здесь знать, это то, что они вызывают своеобразное цветение воды. Это покатано на картинке. Это их большой минус, потому что тогда вода становится непригодна для питья. Перейдем к простейшим или протистам. Они делятся на сарко-жгутиковые, споровики, инфузории или ресничные. Сарко-жгутиковые их делят на саркодовые и жгутиковые. Саркодовые по-другому называются корненожки. Типичным представителем является амебопротей. Она проживает в основном в пресных водоемах и тебе нужно про нее знать то, что она имеет непостоянную форму. Ее корненожки или ложноножки используются для захвата пищи. Амеба, непереваренные остатки пищи, удаляет всей поверхностью тела, а вот излишки воды удаляет сократительной вакуолью. Она, в принципе, в основном будет почти у всех, кроме споровиков. Существуют также раковинные амебы, например, арцелла, дифлюгия, фораминиферы, радиолярии и многие другие. Жгутиковые. Жгутиковые по способу питания делятся на автотрофы, например, вольвокс. Гетеротрофы. К ним относятся трипаносомы. Трипаносома вызывает сонную болезнь и переносчиком этой сонной болезни являются мухи-ЦЦ. И смешанный тип питания или миксотрофы. К ним относятся эвгленозин, она имеет в своем составе оболочку, жгутик, цитоплазму, ядро, сократительную вакуоль. Сократительная вакуоль отвечает за удаление излишек жидкостей. Хлоропласты и стигму. Цветочувствительный глазок. Он красного цвета, потому что имеет в своем составе красный пигмент. Также жгутиковые делятся на одиночные и колониальные. К колониальным относятся вольвокс, гонием, пандарина, эвдарина и многие другие. К одиночным – свободно живущие и паразиты. Свободно живущие – эвгленозеленые. Паразитам относятся трипаносомы, лейшмонии. Лейшмониозом человек может заболеть через укус москита. Именно москита, не комара. Трихомонады, лямблии и многие другие. Споровики – они паразиты. У них нет сократительных пищеварительных вакуолий, нет органов передвижения. Например, малярийный плазмодий. Он паразитирует на эритроцитах, такую тяжелую болезнь, как малярия, и переносится с самками комаров. Вот почему я говорила запомнить, что лейшмониоз – москиты, малярия – самки комаров. Помимо этого, существуют еще паразитические корненожки, например, дизентерийная амеба. Она вызывает амебиоз или болезнь грязных рук. Плюс также, что тебе нужно знать, в неблагоприятных условиях, когда становится слишком жарко или слишком холодно, простейшие образуют цисту. То есть, такое состояние покоя. Перейдем к инфузориям или ресничные. По названию понятно, что передвигаются они с помощью ресничек. Они имеют два ядра – микро- и макронуклеус. Микронуклеус отвечает за размножение, а макронуклеус – за остальную жизнедеятельность, например, питание, движение, размножение и так далее. Инфузория туфелька является простейшим представителем. Ее форма напоминает туфельку. Она плавает тупым концом вперед. Также тебе нужно знать, что между ресничками находятся специальные трихоцисты, имеют в своем составе обжигающую жидкость, которая осуществляет защиту и нападение. Цитоплазма – два ядра, рот и глотка. Поэтому инфузории являются более высокоорганизованными по сравнению с другими простейшими. Пищеварительный эвакуоль, порошица, через нее удаляются непереваренные остатки пищи, а у других простейших, если ты вспомнишь, непереваренные остатки пищи удалялись всей поверхностью тела. Две сократительные эвакуоли, они работают попеременно. Также тебе нужно знать, что у инфузорий есть такой процесс – коньюгация. Коньюгация – это половой процесс, но это не размножение, потому что коньюгация не ведет к увеличению числа особей, а только осуществляется обновление генетического материала между двумя инфузориями. Происходит процесс коньюгации, между двумя инфузориями образуется цитоплазматический мостик. Тебе нужно знать также других представителей, например, паразитическая инфузория балантидий. Источниками балантидия являются свиньи, и она паразитирует в толстой кишке. Также есть другие инфузории, такие как сувойка, она прикрепляется к дну или к растениям, стеломихия и многие другие. Ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Пока!